Всем здравствуйте! С вами вновь Александр. И в преддверии лета я хочу вам рассказать об обновленных моделях от компании Априка. Это линейка Люксуна. Она немножечко обновилась. Вообще, компания Априка – это компания, которая, как говорится, держит руку на пульсе всегда, слушает всегда своих потенциальных покупателей, уже купивших коляску, что бы хотелось тем доделать в их, скажем так, колясках. Что-то нововведения может какие-то ввести. И здесь все эти нововведения учтены. Пожелания, скажем так, клиентов. Это у нас Априка Люксуна, Люксуна Лайт и Дуал. Люксуна Дуал. Соответственно, по названию Лайт вы уже понимаете, что это самая легкая коляска, это обычная Люксуна. И Дуал. В чем между ними отличия, я вам сейчас скажу. Вообще, в целом, обзоры на Априки и Люксуны, соответственно, у меня на канале есть уже. Я ссылки добавлю в описании. Там более подробный обзор, в которых я рассказываю более детально об этих колясках, об их фишках, каких технологий там используются. Для лета, например, очень классно они подходят. Для отпусков. Там вы можете это ознакомиться. Сегодня я расскажу вам просто поверхностно об этих моделях, что в них обновилось, скажем так. Ну, во-первых, расцветки обновились. У Априка они всегда такие стильные, интересные. Вот. А основное нововведение – это вот модель Люксуна Дуал. Она, скажем так, среди Люксун самая такая у них, типа премиальная, можно так сказать. И добавилась система, которая называется сокращенно CTS, а так это Carry Travel System. Это система, которая дает вам пользоваться рюкзаком для ребенка вместе с коляской. Чуть позже вам тоже про это расскажу. А сейчас посмотрим на коляске. Лайт, соответственно, это самая легкая версия. Она весит 4,8 килограмма. Люксуна просто 5,3. И Дуал, она весит 5,7 килограмма. И теперь технические моменты отличий я вам покажу. Соответственно, смотрите. Люксуна Лайт – это у нас классическая Априка с перекидной ручкой. Все просто. Но отличие и здесь и есть. В этом и есть. Когда вы перекидываете ручку в этой коляске, вы видите, что поворотные колеса остались задние. Соответственно, маневренность коляски немножечко страдает. Вот не можете так прям маневрировать, 90 градусов повороты совершать. Ну, можно, но вот как-то это все вот так происходит. Не совсем удобно, скажем так. Но с этим можно жить. Ничего страшного. Можно и так ездить. Вот. Складывается, соответственно, как и все Априки. 4,8 килограмма. Это, ну, очень легкая коляска. Дальше у нас идет стандартная Люксуна. Здесь у нас 5,3 килограмма. Она чуть-чуть тяжелее. Вот. И складывается, соответственно, так же. Но когда вы перекидываете ручку, вы перекинули ручку, что происходит? Местами меняются ведущие к поворотным колесам, становятся уже задние. И тем самым, все, задние заблокировались, и вы не теряете в маневренности с перекинутой ручкой. На самом деле это очень удобно. И еще один момент. Часто люди жалуются, что как на ней заезжать, там, на бордюр, поребрик. На мой взгляд, вот так вот давить не нужно. Это неправильно на любой коляске. Для этого существуют перегородки, когда вы заезжаете. Просто помогите чуть-чуть ногой. Тем самым вы снизите нагрузку на раму и легко въедете. Ну, разве это вот так сложно? Я не знаю. На мой взгляд, паника на пустом месте. Это у нас Люксуна классическая. Дальше. Берем модельку Дуал. Дуал, она не просто так называется, потому что здесь, помимо того, что вы с перекидной ручкой, с перекидной ручкой у вас поворачиваются, соответственно, опять же, как и в этой коляске, в Люксуне, меняются местами поворотные колеса. Очень удобно. Вот. Также здесь, помимо этого, используется, например, на ручке, кожа или эко-кожа. Ну, так все качественно с прострочкой. Тактильно приятнее. Второе нововведение. Это достаточно большой багажник. Это реально хорошо, потому что у Априк это такая болезнь, знаете, неудобно расположенный, малюсенький. Правда, чуть глубже, чем здесь багажник. Но лучше он больше, но не такой глубокий, ну, на мой взгляд. Эта проблема, как говорится, решена. И самое главное отличие здесь, это когда вы складываете, вы можете сложить коляску с перекинутой ручкой. В этих моделях этого сделать нельзя. Что для этого нужно? Соответственно, то же самое. Нажимаем кнопку на ручке. Но единственное, здесь нужно добавить одно движение, чуть-чуть потянуть за бампер, и вот так она складывается. Вот, собственно, вот это основное отличие дуала, как говорится. Вот, дальше. Давайте посмотрим о системе CTS. Поговорим, что это такое, как это, с чем его едят, как говорится. Это эрго-рюкзак, который вы можете вкладывать в коляску. Идете вы по улице, вдруг ступеньки, вы спокойно. Заранее, конечно же, ребенок уже лежит в этом рюкзаке. Соответственно, он здесь, ребенок имеется в виду, пристегнут штатными ремнями от коляски. Отстегнули ребенка. Бампер, благо, здесь легко в сторонку отодвигается, чтобы он вам не мешал. Для вот этих ремешков всех, они тоже спокойно вот так вот раз, соединили. Ремешки, кстати, все вот эти, они отстегиваются, чтобы они ребенку не мешали. Вот он длинный. Берете также его в специальный отсек, чтобы он вам не мешал. И с этой стороны, соответственно, также. И в районе ножек ремешки тоже отстегиваются и убираются туда. Ребенок, соответственно, лежит дальше в рюкзаке и спокойно себе отдыхает. Рюкзак очень приятный, мягкий. Это, знаете, как такой еще дополнительный матрасик, который создаст больше комфорта для ребенка. Подошли к лестнице, взяли, одели ремешки обратно, спокойно вытащили ребеночка. Ну, естественно, надо чуть-чуть вот поднагнуться, одеть его на себя и спокойно достали ребенка. Вот таким образом это все выглядит. Ну, я не буду полностью пристегиваться, но вы достали ребенка, коляска легкая, поднялись, положили ребенка обратно и пошли дальше. Очень-очень удобная. На мой взгляд, компания Априка очень такую гениальную вещь придумали и в то же время простую. Как бы почему-то другие производители до этого еще не додумались. Мне кажется, очень актуальная система, имеет место, как говорится, для жизни. Как вариант, очень даже интересная разработка. Вот. Ссылку на оригинальный ролик этого от компании Априка на рюкзачок я вам добавлю в описание. Там очень красиво девушка это все показывает подробно, с ребеночком. Здесь я вам не могу, к сожалению, этого продемонстрировать. Можете дополнительно там посмотреть. Там же и будет ссылка на сам рюкзак в магазине. И можете все это изучить. Вот. По качеству рюкзак очень хороший. Я много рюкзаков переюзал, посмотрел. Это очень качественный рюкзак, очень хорошие ткани используются. Поэтому рекомендую посмотрите. Вот. Это, в принципе, все, что я вам про нововведения этих хотел сказать про эту систему CTS, про новую модельку DOL. Вот. Коляски достаточно интересные. Поэтому, мое мнение вам скажу, я и в предыдущем ролике говорил, коляски достаточно необычные. И у них очень-очень малых конкурентов. С таким весом коляски, и чтобы она была в то же время такой достаточно полноценной, с перекидной ручкой, ну, раз-два и обчелся. И плюс ко всему столько интересных технологий они используют. Вы обязательно пройдите по ссылке на ролике в описании, на обзоры, что я уже проводил на эти коляски. Посмотрите, если еще не видели. Вот. Поэтому, услышали пожелания, все сделали, все качественно, красиво. Поэтому, если ищите в отпуск коляску для торговых центров, летом, прогулки, ну, реально очень много применений. Сейчас люди очень много путешествуют не на самолетах, а на машине. Поэтому, вот, кинули в багажник колясочку, и у вас там нету здоровых колясок, с собой таскать не надо. Для путешествий отличные варианты, вообще великолепные. на мой взгляд. Вот. Плюс еще куча фишек для лета. Ну, вообще реально. Поэтому, посмотрите. Вот. Если этот ролик был вам полезен, и как-то поможет вам определиться с выбором, ставьте, пожалуйста, ему лайки, и подписывайтесь на мой канал. Но, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. А вам удачи, хорошего, правильного выбора. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,